итак ребята всем привет и доброе утро в начале вы видели ночной коп я делал без вступления без приветствия но так получилось сложилось приехали немножко накатили и сразу пошли копать копали мы два фундамента один немножко дал монеток второй дал вообще шикарно как вы видели паблик был была катя александр николай в общем фундамент нормальные цены утром сегодня добивали я вот проснулся здесь вот завтраки яйки яйки короче я река привет серёга доброе утро привет это виновник сегодняшнего торжества сегодня мы встретились сейчас подождем остальных и наверное будем официально поздравлять до официально будем короче отмечать сюрприз какой сервис сереж у него у него было бы на рову просто здесь у нас диман дн кавказ там он вдали михалыч с игорянам на я но у меня был еще приедет у нас илюха в общем нормально нормально денис честь нашел а вчера у советов вообще ребят не было у дэна вчера одни вкусняхи кати паблики в общем классно и манте а чё сегодня калашки тоже советы ну тоже капуста это них ухры муха с фундамента по верхам это да банально газ фундамента вот капусты нормально чего у нас это игорян нашел чё игорян сегодня кусок меди а ты че михалыч нашел сегодня один совет и все ну погода здесь вообще шикарнейшая вообще женька вот у нас это собирается женька у нас к сожалению сейчас собирается а погода ребята шепчет вот в таких местах надо было копать летом когда погода была жаркая 40 градусов а здесь вам благодать читаю смотрите видите как камушь дергается кто там так лягушки на полу а на камушек то на пляже сопутка ребят смотрите здесь все пляжи именно красный колтый кирпич керамика и вот здесь и ребят вот здесь вот в этой области затоплена церковь и порядок домов тоже вот так вот затоплен так что по воде здесь можно будет походить погулять вот но мы ладно пойдем сейчас приведем себя в порядок примашки чая кофе и накоплен да кстати он женек отбивает колесики свои вчера накатали прям ништяк на мойке будет сложно помыть все колеса накатали итак ребят наконец-то я ушел от этих вот бродяг там женька приехал это илюх приехал из-за стола кое-как вышли и вот дэн монетку тут откопал большую большая монета это копейка серебром 1842 года николай первый нос охран убиенный и чё не тронута фундамент или он копаны на транс или это первая монета здесь две копейки еще советский ясно запутка самый главный лезет запутка самое главное лезет дома здесь саманные были глины очень много грунт тяжелый копать никакого удовольствия нету михалыч там позади диман там на старом фунде я думаю надо что-то здесь вот посмотрите начинать надо новое разрабатывать какой-нибудь поля распахана красота зашел я к ребятам на шурфец в гости четвером четырех сторон вот такая вот интересная диковинка можно предположить что это предмет конской упряжи но нет это у нас от книги от старинной книги здесь она крепилась к обложке здесь петельки интересная вещица чушь книг не нашли держи михалыч там он майн он майн онлайн жбонь какая-то михалыч объем побольше ребят видите этого полосатого морячка сухопутный который копает смотрите что мне предоставили возможность в очередной раз вас я не знаю обрадовать а кое-кто если не пускает а то у меня есть комментарий кто пишет опять седой 25 откопал болен ну вот на этот раз откопал не я копейка двадцать пятого года михалыч какая в этом году михалыч уже по счету 5 более я отстает михалыч у меня всего три свисток хочу цветов были полицейские шли они а может быть будет медный свисток ты сторожевого свисток ребят только что в прямом эфире откопали вот он у нас цвет латунь дай латунь а в руках у меня предположительно свисток полиция почему предположительно об этом чуть позже еще при его не грозным началась развиваться полиция и лишь при петре первом появилась регулярная полиция в 1715 году первые свистки появились в конце 19 века трудно представить себе городового без свистка он крепился к правой стороне мундира и имел длинную металлическую цепочку с помощью предположительно свистка блюститель порядка мог вызвать подкрепление и призвать к спокойствию разбуянивших граждан но и давайте вернемся к моей фразе предположительно такие свистки также имели солдаты русско-имперской армии свисток сухопутных войсках употреблялся для подачи сигналов цепи сверх того его полагалось иметь часовому на посту на военных судах наиболее употребительные приказы команде передавали свистками свистки стандартные еще с 19 века входили в полевое снаряжение офицеров и унтер офицеров риа и затем ркк вплоть до 1940 года для них были специальные кармашки на порту пее либо на полевой форме вот теперь стоит только догадываться кто же владелец этого свистка но главное в этом шурфе будет еще найден такой же свисток а вот так выглядит наш свисток после чистки достаточно хороший интересный сохранщик не правда ли ну а сейчас давайте посмотрим сколько стоят такие свистки зайдем на аукционы и посмотрим средняя цена составляет 1000 рублей но некоторые экземпляры достигают и семей так что наша находка не просто интересная в историческом плане но и дорогая а у вас есть предположение чей этот свисток пишите в комментарии свое мнение а мы отправляемся за вторым свистком приятного вам просмотра прикольно прикольно почистить посвистеть можно вещь классно так фундаменты здесь тяжелые очень тяжелые ребят так еще одна да еще одна находка в прямом эфире монета гирька пуговица лысая или с рисунком ребята оловянная пуговка гирька были здесь находки старые советы почти не встречаются и тканина и люк что-то нашел что-то нашел и люка сегодня термеды люк нашел до люк специалист дорога надо будет как-нибудь значит выпало михалыч это а это а это это наверно от этого как у от лампадки ладно тут поинтересным кругом сигналы сюда придет да куда здесь уже жопу метал михалыч на этом фунде чемпион трешка 1899 год вот такая вот красавица но не знаю может не красавица но но это одна из крупных монет сегодня николаевская трешечка этом данте там два копейка совет даже не буду показывать даже не буду у нас царские шуфы не давай наоборот да михалыч не а чё за пуговец гренады нет пушки но она больше она не орлянг прям пушки дндп смотри да макок 5 большая ну давай показывай да показывай у тебя на ебут на голову и ушки он до нашел у нас без мата давания копать на она показывает пушки ушки короче да мне пацаны специально отправили к себе чтобы ты начал показывать все суетиться были они за это время до пуговка смотрите какая здоровая увесистая и просто пушки ребята пушки артиллерии видите да прикольная находка да кстати если вдруг у вас попадаются на копе незнакомая пуговка и вы хотите определить датировать ее то я вам рекомендую вот сюда группа bk где вам всегда помогут ссылка под этим видео в описании прикольная находка да диман у тебя нет такой коллекция ну в принципе обмен будет выгодный такого пугов серебро только ясно он же выкопал по 1 д д д д на не обмануть да не обмануть они такие евреи это советская нет ничего кругом робот кипит там таблетка быстрее найдете ешки куку хочу телефон супер пин не там святой же был поймал руки санька и быть 1 2 копейки 18 бог ты там веселька какая-то цепь 2 цепь бисмарк старенькая плетение цепочка смотрел не это это необычно да какой подкрыть это он серебро 4 звена колечко 4 звена колечко но отчет и не сильно ну не хочу допустим ушка лет такая же посвящие еще на попусту ну он 20 рядов все такое не что-то интересно как фитулька боев какой-то отчет смотр ручка просто думал сначала штампик ладно там серегов на базе надо ждал или там серега на базе не заждал михалыча я подождал чтобы он ее не искал прямом эфире красивый ванишь бьет вообще красивый бьет мете ли серебро да не тишкинка ну а не монеты но все равно цветное очень красивый сигнал заводил заводилка да 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 Продолжение следует...